Что интересного забираете с курса? Для меня это очень сложный вопрос, потому что очень всё было интересно. Общение с Екатериной я выбрала с вами, потому что мне очень повезло. У меня был именно за руку с наставником, у меня были индивидуальные встречи с вами, на которых вы очень досконально, подробно разбирали какие-то моменты. Поэтому это было очень интересно, очень приятно было общаться. Хотя изначально я говорила вам о том, что долго подбирала, с кем выйти, как бы заниматься. В отличие от девочек, кто-то говорил, он не знает никак работать, онлайн пропустил эту пандемию. Кто-то с техникой на вы. Да, техника у меня тоже в руках дикаря, это груда металлолома. Но при этом я параллельно изучала различные курсы, как работать, игры разрабатывать и всё. Но не было какой-то структуры единой и какого-то понятия. После знакомства с вами летом, потом у меня был инфобизнес, где тоже частично я что-то уже понимала, как сделать какие-то интересные вау-уроки. Но при этом, опять же, всё равно не было структуризации какой-то. Всё понятно. А вы настолько всё, какие-то тонкости рассказывали, такие нюансы делились. И это было, конечно, всё очень интересно и познавательно. Было здорово. Дальше. Что понравилось? Конечно же, понравилось вообще всё, что было. И очень интересный материал, которыми вы делились. Опять же, когда у нас были с вами встречи, получалось так, что у меня на опережение была информация с вами лично по понедельникам. А потом я её только видела уже далее на платформе. Но это было очень интересно. Опять же, огромное спасибо за встречу с психологом. Очень душевный человек такой, очень позитивный и как-то так раскрывает нас. Классно было. Очень много уроков различных. Тяжело было. Единственное, что вы заставляли нас делать вот эти все уроки. А так как я ещё работаю параллельно в школе, нас нагрузили стольким вообще проблемам. Мне кажется, я школьные какие-то дела отставляла в сторону. Лишь бы тут успеть что-то сделать, доделать всё. Потому что понимал этот снежный ком, который несётся. И нужно идти вовремя. Я помню тот ужас, когда я написала это объявление. Девочки говорят, через 10 минут написали на Авито. Мне тоже написали через 7 или через 10 минут. Я помню, я написала это сообщение вам в ужасе. Боже, что делать? Что с этим делать? Нет, причём я дома. Я сначала никому вообще не говорила, что я куда-либо пошла учиться, потому что они надо мной уже смеются, что я куда-то вечно мне надо. И тут, конечно, когда этот шок пришёл с Авито, мне пришлось раскрыть карты. Я говорю, а что дальше делать? Я вообще не понимаю, куда бежать, всё за что хвататься. Но благо вы меня так приземлили. Немножко. И стало мне гораздо легче. Конечно же, какие результаты? У меня появились новые ученики. Да, мне на данный момент достаточно пока. Но если кто-то будет, я не против. У меня есть один ученик, который мама оплатила на месяц абонемент. И девочка оффлайн. Как оказалось, мама, видно, искала всё-таки. Вот как раз про локацию. Мама искала, и мы с ней в одном доме живём и даже в одном подъезде. И я к ней хожу. Научилась делать уроки для онлайн-работ. Причём первый мальчик, который у меня онлайн, и я во время диагностики у него узнала, чем он интересуется, кем хочет стать в будущем. Он мне сказал, что хочет стать историком. И я для него сделала... Вот кусочек показала там в начале, да, у него про раскопки. Каждый раз мы у нас разные локации, у нас разные эти. И он мне всё время теперь говорит, блин, ну как вы это делаете? Мне так интересно. Думаю, конечно, я уже сижу там, да, что-то ваяю, мне интересно. И даже первый вот кусочек у меня во время диагностики что-то там пошло не так. И мне нужно было, вот мы с вами тоже говорили, я не могла поделиться, да, там дистанционного управления передать. Я попросила подругу, свою коллегу, она не знает, что я обучалась у вас, что я училась. Ну, многие относятся так скептически, и мне говорят, у тебя денег некуда девать в очередной раз. Вот. И здесь я попросила Аню, давай, я говорю, войди тоже с компьютера, давай попробуем, вот что пойдёт, не пойдёт. И она посмотрела и говорит, слушай, а как ты это делаешь? Хотя я за ней, к ней всё время бегаю, за технической какой-то стороной просить. Я говорю, да блин, да это легко, вот то, что ты делаешь, это сложно, а это вообще легче, некуда. Вот, поэтому, конечно, я, у меня как бы исчез вот страх, да, я стала работать всё-таки более увереннее. Большое спасибо за прекрасный курс, и очень хочется ждать продолжения, но вот, наверное, не по поиску даже клиентов, а как вот ещё нужно что-то с уроками, я не знаю, хочется как-то дальше. Почему-то на это очень быстро всё пролетело. Я не знаю, где четыре недели прошли, мне кажется, что прошло какие-то четыре дня, и всё. Ну, правда, очень хочется дальше общаться, встречаться, наверное, и обмениваться чем-то. Спасибо большое.